Хоули Уан Дариус Твин, игра из очередной линейки скролл-шутеров. Удивительно, как такие игры, которые похожи друг на друга, имеют целую серию игр. То есть, начиная с 80-х, они доживали до конца нулевых. Это почти 30 лет. Скажу пару слов о самой первой части, которая выходила на аркадном автомате. На тот момент особенность её была в том, что помимо того, что это был опять космический корабль, который воюет в космосе, убивает монстров или механических врагов, то у неё игровой экран был разделён на три части. Это очень круто. Может, такому криворукому специалисту этого жанра это облегчило бы игру, хотя можно сделать и сложность полегче. Представьте чувака, который сидит чисто на этом жанре. У него рефлексы, наверное, как у кошки, а взгляд как у голубя. Жанр нажми и держи. Мы знаем о том, какое большое количество гонок было выпущено на разные платформы, и выходили они словно китайская линия одежды на популярные бренды. Запоминались только те игры, которые пытались использовать особые элементы в игре. И не просто использовать, а использовать с размахом, а не для видимости. Даже не каждая гонка добавляет элемент прокачки автомобиля. Вот настолько бывает лень разработчикам. В данной же игре всё хорошо. Поначалу может показаться, что всё по стандарту, но во время игры игра потихоньку раскрывается, и порой начинает твориться безумие, как уже видно на экране. Но просто представьте, как это было поиграть за рулём в кресле ребёнком. Пыль, ночь, камни. Именно такие элементы должны быть в ралли. Я играл в ралли на первой плойке, и там такой эффект был и то менее достигнут. Посмотрите на этот титульник. Вы думаете, что будете играть в игру о мести и предательстве с кучей неожиданных поворотов? Этот шрифт, если заменить музыку, то выходит какой-то хоррор. Давайте добавим пару эффектов. Опять обычный гольф. Мне даже кажется, что хуже, чем прошлый. Ультрамен популярный герой в Японии. Создан он был в 1966 году. Режиссёром спецэффектов Эйдзи Цибурая, который приложил руку ко многим классическим фантастическим фильмам тех лет. Поэтому неудивительно было увидеть данного героя в битве с таким же классическим, но более популярным героем, как Годзилла. Выходила куча разных продукций о этом персонаже. Различная манга, книги, сериалы. Вроде как в 2017 должен выйти фильм. За рубежом, я думаю, персонаж мог быть известен только тем, что данное имя используется в комиксах DC. Ультрамен так зовут злобную версию Супермена. И народ тем самым натыкался на японского супергероя. Что же касаемо самой игры, так ничего. Это кривой и вовсе неинтересный файтинг. Поэтому предыстория героя куда интереснее самой игры. Лучше посмотреть сериал 60-х, чем играть в это унылое говно. Если вам не понравилось быть владыкой в средневековье, то вы можете себя попробовать в более современном мире в качестве мэра. Что вам нужно делать в этой игре? Это строить собственный город и улучшать инфраструктуру. А также предотвращать различные происшествия, которые могут возникнуть по разным причинам. И тем самым навредить вашей экономике. Также у нас есть компания с готовыми городами, где у каждого есть свой сюжет. То есть вам надо выбрать город и выполнить определенные условия. Например, в 2096 году на Лас-Вегас постоянно нападает НЛО. И при этом вы должны выполнить определенное задание, чтобы завершить эту кампанию. К примеру, вам надо будет набрать сумму денег или количество населения. Я не очень разобрался, как играть, поэтому взял чужое видео. Да, говоря про НЛО, в каждой части Сим-Сити есть свой монстр, который будет разрушать местность и мешать вашим планам. Версии на SNES это дракон из Марио Боузер. Я снова взял чужое видео. Игра занимала 35 место и 100 лучших игр на SNES по версии GN. Это потому, что у SNES не было... Если у вас много терпения, то вы можете получать удовольствие от этой игры. Нашего героя зовут Рю, который совершил аварийную посадку на планете Геделин для поисков и изучения ресурсов. Там он встречает фею по имени Фана. Впоследствии чего, два наших героя будут втянуты в войну между двумя кланами колдунов. Игра сделана по аниме-сериалу, который выходил в 89-м году в формате Ова. Ова это аниме, которое выходило на DVD только для домашнего просмотра. У игры нет русской локализации, поэтому вам надо будет знать английский или японский. Но есть любительский перевод в аниме-сериале. Так вы будете хоть знать что-то из сюжета. В игре все по стандарту жанра РПГ. Для тех лет. Замок. Лес. Привычная система боя. Проще говоря, дети Dragon Quest. Трехмерная игра с открытым миром. Разработана для персональных компьютеров. Амиго и Atari ST или ST. Я не знаю, как правильно читается. И портированная уже на SNES. Какая версия лучше? Я решил найти сравнение и зашел на один старый форум, где люди спорили и проводили технические характеристики. То есть, если Амиго быстрее обрабатывает данные, то у SNES лучше музыка, к примеру. Но среди этих споров мне понравился один комментарий. Сравнивать процессы с NES с Амиго, это как сравнивать яблоки или апельсины. И я полностью с этим согласен. Чтобы рассказать больше об этой игре, нужно провести кучу часов за ней. Поэтому, извините, я посмотрел видео прохождение с ускорением и скажу, может любителям фэнтези о драконах и магах будет интересно в это играть, но в остальном я не заметил ничего примечательного, что заинтересует большую часть игроков. Самый популярный вид спорта в Америке, но в Википедии стоит первей Куба. А на зарубежной Википедии об этом не сказано и упоминается сначала США. Если не ошибаюсь, американский футбол по статистике популярнее бейсбола. Может быть. Но в фильмах мы чаще всего видим все же бейсбол, где победа заканчивается полетом мяча в публику или за ее горизонт. Я видел много игр на Сеге, и они не особо чем-то друг от друга отличались. Кроме одной, мне понравились персонажи и анимационные заставки. Уж больно милая игра вышла. Я не знаю, как у SNES может быть тоже копирка друг друга, или будет интересная игра, которая произведет впечатление и интерес к этому виду спорта. Еще одна долгоживущая японская серия. Если китайцы штампуют одежду, то японцы игры. Помимо этого, игра выходила на множество платформ и имеет кучу портов. Игра, в принципе, неплохая. Только физика немного каменная. Это такой гибрид Саймона Квеста и Зельды 2. Только попроще. На Денде первые две части имеют русский перевод. Поэтому, чтобы что-то рассказать о мире этой игры, нужно в них поиграть. Даже англоязычная публика не сразу получила перевод этой игры. А диалогов тут много. Игра. Вот у нас снова бейсбол, который пытается быть милым и анимешным. Но ему не быть таким классным, как... Я раз 50 пробовал отбить этот мячик и так сложно никогда не было. Я сделал много дублей видео и попасть в мяч это просто удача. И вырезал моменты, где это удалось. Сколько вообще этого бейсбола вышло? Даже если вы подающий, то противнику это тоже не очень легко удается сделать. То есть такая игра на удачу кому из вас больше повезет. Вторая игра из серии кроссоверов японских супергероев. Теперь это у нас доджбол. Или проще говоря вышибалы. Вы наверное помните футбол с суперударами на Сегу. Да, именно так его и все называли. И понимали о чем речь. Он вроде бы назывался Гол 3. Так что любители того футбола должны оценить и эту игру. У нас есть тут режим истории, который затянет вас на часа 3-4. Я сам часа 2 поиграл, уж очень понравилось. Жаль, что на SNES еще много игр без перевода. Если на Dendy или Sega с начала нулевых различные умельцы почти все перевели, то SNES еще свежа в этом вопросе. Если была бы хотя бы английская версия. Потому что трудно ориентироваться так в игре. А о сюжете вообще молчу. В процессе игры вы участвуете в различных соревнованиях, где набираете команду. В случае проигрыша вы теряете участников. У нас тут есть поле с выбором прохождения, где красуется магазин. Там вы можете улучшать характеристики, покупая за выигранную валюту различные плюшечки. Также нам надо пополнять здоровье главному герою после игры. Ибо вы будете начинать с минимальным запасом. Странно, что в меню режим истории в самом низу. Поэтому я сначала и выбрал обычный турнир с выбором уровней, как в Мегамэне. Если в начале старт и опции на английском, то почему бы их не сделать и в других разделах. В других режимах вы можете начинать уже с полной командой. И помимо, также улучшать им стату. Что не очень сильно упростит процесс игры. Это более нужная вещь в истории, которая, как мне показалось, куда сложнее. Я надеюсь, в дальнейшем будут еще игры, и желательно такие же хорошие. Файнал Фэнтези 4 Файнал Фэнтези 4 Японская ролевая игра, разработанная и выпущенная компанией Square. Ныне Square Enix. В 91-м году для приставки Super Nintendo Entertainment System. Четвертая часть серии Файнал Фэнтези впоследствии при участии компании Toss и Sting с небольшим изменением портирована под такие консоли, как PlayStation. Кхм-кхм-кхм-кхм-кхм-кхм. На самом деле я играл в 8-ую часть. Не просто в 8-ую, а в потрясающую 8-ую. Может быть я когда-нибудь сяду проходить все номерные части серии? Только на них полжизни уже уйдет. А что у нас про спин-оффы, тогда вообще говорить нечего. Игра переведена на русский язык, так что она не превратилась в Файнал Фэнтези в поисках правильного направления. До этого был бейсбол на удачу, а здесь явно поставили задачу отбить все мячи. Может после прошлого прокачал скиллуху, но здесь и правда мячи отбить легко. Кстати, Снеска очень любит в играх эффект приближения. Когда ты играешь в разные игры за один раз, то я просто ощущаю себя Алисой. Данная игра была создана для привлечения народу к японскому фольклору. Главный герой ниндзя Гаэтэмон, прототипом которой является Исакава Гаэмон. Ниндзя-разбойник, который грабил и убивал богачей, и отдавал все голодающим. Проще говоря, японский Робин Гуд. Также нам будет помогать его лучший друг Эбисумару, который, как по мне, очень похож на Марио, с растущими фиолетовыми волосами из носа на голову. Или из головы. Да, это летают призраки. Эти призраки, а не то, что можно подумать изначально. Все персонажи, которых мы встретим в игре, являются отсылками к различным рассказам японской культуры. Сюжет игры довольно прост. Нам нужно будет спасти принцессу, а для ее спасения мы будем путешествовать по различным местам Японии, где должны узнавать информацию о местонахождении. Путешествуя по городам, мы можем выполнять различные задания, где в награду будем получать монеты, которые можно потратить в различных магазинах. Так что первую часть уровня мы будем ходить по городу для пополнения запасов и прокачки героя. Другую часть уровня мы идем, сражаясь с врагами, и добираемся до босса. Это будет намного веселее, если играть вдвоем. Сеерина считывает около 20 игр, немного спин-оффов, плюс игры, где встречается данный персонаж в качестве гостя.